Что мы знаем о Мексике? Согласитесь, не так много, как хотелось бы. Для большинства граждан постсоветского пространства Мексика – это ее слезливые сериалы, Канкун и Акапулька, Ацтеки, Пирамиды, Текила, Такусы, Кактусы – пожалуй, все. Но можно добавить еще пару имен, хорошо известных нам – Троцкого и Фриду Калу. Мы же заглянем в Мексику с другой стороны, ибо пока богатые тоже плачут, просто мир Марьян творит чудеса. Сегодняшний выпуск мы начнем в Мексике, в стране, где икорная дипломатия начинается точно так же, как и порой заканчивается. Мексика – яркий пример тому, что икорная дипломатия, как и сама икра, быстро протухает. И я вам об этом сегодня расскажу. А почему я сижу? Да потому что мы находимся на центральной площади Мехико – Соколу. Здесь снимать запрещено, вот и приходится делать это тайно. Ну что ж, теперь в путь. Мексика – одна из тех латиноамериканских стран, где армянская диаспора представлена не в большом количестве, как, например, в Аргентине, Уругвае, Чили или Бразилии. Общая численность армян на момент 2019 года – всего более 600 человек. Свыше 40% из них имеют неармянского папу или маму и почти не отличишь от латинского типажа. А дело было так. Самая ранее известная запись, зафиксировавшая первого прибывшего в Мексику армянина, была в 1632 году, им был Франциско Мартин. Напомним, что это почти через 100 лет после высадки первых испанских колонизаторов на территории современной Мексики. Следующая запись, упоминающая армянина, привязана к 1723 году, когда армянин Дон Педро де Сарате прибыл в Мексику на испанском галеоне из Китая в Акапулько. Источники не сообщают, с чем был связан визит армянина в Мексику на китайском судне. Мы можем только догадываться, что это был купец, так как в эту эпоху армянские купцы бороздили океаны с товарами из Европы в Азию и наоборот. Вполне логично, что армяне, торговавшие на Дальнем Востоке и Юго-Восточной Азии, могли себе позволить освоение новых горизонтов с целью торговли. Лишь в 1897 году мексиканские летописи снова упоминают армян, когда президент страны Порфирио Диас планировал проект по созданию сельскохозяйственного сообщества с армянскими поселенцами в Сотоламарина, Тамаулипас, Северная Мексика. Тем не менее, проект осуществлен не был. После геноцида армян, совершенного османскими войсками в апреле 1915 года, многие армяне начали эмигрировать на американский континент. С 1921-1928 годы в Мексике была открыта эмиграционная политика для иностранцев. За это время около 300 армян эмигрировали в Мексику, которая так и не стала конечным пунктом армянских беженцев. С годами большая часть из них перебралась в США, но из-за тяжелой дороги и нехватки средств часть из них осела в Мексике, в основном в одном из районов Мехико, в Ла-Мерсет. Многие из них стали корабейниками, сапожниками и владельцами магазинов. В настоящее время многие члены армянской общины стали известными политиками, художниками и актерами. Наиболее известные из мексиканских армян танцовщица и актриса начала 20 века София Тер-Оганян, известная под псевдонимом Армен Оганян. Генерал и один из организаторов Мексиканской революции 1914 года Хакобо Арутиан. Ученый-астроном Мари-Парис Пишмиш де Рислиас, настоящее имя Мари Сукиасян. Популярная актриса латиноамериканского кино и телеведущая Роза Глория Чагуян. Или из современных актеров мексиканского кино Сюзана Меликян. И популярный латиноамериканский актер Маурисио Очман, известный любителям сериалов и мыльных опер. Ну и, конечно же, уважаемая в Мексике семья Сарухан. Бывший посол Мексики в США Артуро Сарухан и его отец Хосе Сарухан Кермес, ученый-биолог, в прошлом ректор Национального автономного университета Мехико, академик Академии наук Мексики. Как видим, армян в Мексике хоть и немного, но они представлены практически во всех сферах деятельности. Живут некомпактно и давно уже. А в районе Ла-Мерсет их вовсе не осталось. Разве что местами встречаются какие-то упоминания о его прежних жителях Лос-Армениус. Этим и воспользовался Баку, когда решил обработать в буквальном смысле мексиканцев путем подкупа и любви по-братски, по-атстекски, так сказать. Итак, почему именно далекая Мексика оказалась в поле зрения азербайджанской икорной дипломатии, догадаться несложно. Во-первых, Мексика – одна из крупнейших стран мира, находящаяся за 12 тысяч километров от армяно-азербайджанских передряг, а населяют страну почти 122 миллиона человек. Во-вторых, в отличие от других латиноамериканских стран и соседней с Мексикой Соединенных Штатов, армянское лобби в этой стране не такое уж внушительное, как, скажем, в Бразилии или Аргентине. И в отличие от Азербайджана, Армения представлена в Мексике лишь почетным консулом. Наконец, в-третьих, Мехико – один из крупнейших мегаполисов мира, четвертой по величине, где проживает 31 миллион человек вместе с ее агломерацией. Столица страны буквально задыхается от перенаселенности и нуждается в капиталовложениях, чтобы хоть как-то решить вопрос со столичной демографией и озеленением мегаполиса. Все эти факторы явились удачным поводом для того, чтобы Азербайджану начать лоббировать свои интересы. А, как известно, интересы Азербайджана проявляются только в двух вариациях – пропаганде алиевского режима и антиармянской деятельности. В эти две неразделимые составляющие официальный Баку готов вкладывать огромные средства, независимо ни от чего. Однако подобные рвения не всегда оказываются успешными даже в странах третьего мира. Есть вещи, которые купить сложно. С чем и столкнулся официальный Баку в Мехико. В 2012 году Азербайджанское посольство в Мехико помогло обложить плиткой и реконструировать тем самым территорию католического храма, расположенного на площади Тлакскоаки, взамен на то, что здесь будет установлен мемориал жертвам Ходжалы. Настоятель храма и мэр города Мехико Марселло Эбрарт согласились на сделку. Плитка была устлана, вокруг нее поставили скамеечки, насадили молодые деревья, а в качестве бонуса подарили католической церкви колокола, о чем свидетельствует надпись у входа в храм. Однако колокола зазвенели иначе. Вмешались власти города в лице парламента и интеллигенции мексиканской столицы. Над мемориалом высотой 3 метра 60 сантиметров нависла угроза сноса. Азербайджанскому дипкорпусу здорово пришлось потрудиться, чтобы спасти каменное творение. Ведь вложена круглая сумма денег. После долгих месяцев дебатов было решено убрать из постамента термин «геноцид». Директор Мексиканского музея памяти и толерантности Яко Бодаян отметил, что использование термина «геноцид» при описании событий в Ходжалы неприемлемо. Эту точку зрения поддержал и известный мексиканский историк Жан Майер, заявивший, что рядом с памятником жертвам Ходжалы должен быть и памятник убитым в Азербайджане армянам. В конце концов, учитывая азербайджанские храмовые инвестиции, власти добились того, чтобы убрать все антиармянские надписи, упоминаемые у постамента, а сам монумент Ходжалы стал посвящен всем геноцидам истории человечества. В настоящий момент у монумента нет ничего, чего бы упоминало об Армении или армянах. Удовлетворение азербайджанской стороны мексиканцы исполнили частично, зато сумму взяли с азербайджанцев полную. В этом же злополучном для азербайджанской икорной дипломатии 2012 году Баку вновь перенес очередной инфаркт. На этот раз куда серьезной, чем монумент Ходжалы и тоже мексиканский. Жители Мехико потребовали снести памятник некоему азиатскому диктатору. Онным оказался Гейдар Алиев. А дело было так. В 2011 году мэрия мексиканской столицы обратилась к предпринимателям города облагородить бульвар на Пасео де ля Раформа, находящийся в 100 метрах от культурно-исторического центра Чапультапек. Учитывая, что это любимое место отдыха горожан и здесь всегда большое скопление туристов, мэрия не пожелала ударяться в грязь лицом и пыталась за счет предпринимателей привести в порядок все аллеи и парки, находящиеся вдоль всего периметра Чапультапек. Вместо предпринимателей отозвалось азербайджанское посольство. Оно было готово взять на себя финансирование благоустройства под эгидой Азербайджана-мексиканской дружбы с условием, что парковую зону будет украшать памятник Гейдару Алиеву. Все бы ничего. И парк был приведен в порядок, и территорию Азербайджана увековечили из мрамора, больше напоминающую голову птицы и памятник великому и непревзойденному сидящим на троне. Однако сидеть Алиеву пришлось недолго. В том же злополучном для азербайджанской икорной дипломатии 2012 году колыхнулась мексиканская общественность. Жители города требовали от властей снести памятник восточному диктатору. А в день моего приезда, конечно же, каменного Гейдара Алиева я не застал. Он уже находился на территории азербайджанского посольства. Но не выкидывать же. Ну а теперь на месте Алиева стою я. Почему бы не занять это место? Знаете, на самом деле этот парк и это место было выбрано Азербайджаном не случайно. Через дорогу отсюда известная крепость Чапультапек. Парк называется Парк Итали Амиста, Парк Дружбы. И вокруг улицы имени Ганди, имени Рузвельта, имени Сальвадора Альенде, имени многих государственных деятелей, политических государственных деятелей разных стран. Ну почему бы Азербайджану не отметиться? Тем более, что парк они отремонтировали, насадили здесь много всякой зелени, разве что только Рейхан не растет. Ну и вот поставили вот такой вот монумент к арте Азербайджана. Алиева, правда, убрали, они хотели пойти дальше, так как здесь нет памятников ни Ганди, ни Рузвельту, ни Альенде. А Алиев бы красовался. Теперь на месте Алиева, на полу, огромная дырка. Увы, саму дырочку от бомжей никто не застраховывал. А Пасео де ла реформа – излюбленное их место обитания. Вообще, надо признаться, 2012 год был черным для династии Алиев. Тучи нависли не только в Мексике, но и в Канаде. В небольшом городке Ниагара-он-де-Лейк были снесены бюсты Гейдара Алиева и его невестке Мехрибан Алиевой. Возможно, это был бы первый и единственный в истории памятник свекру и снохи. Но разве канадцам докажешь? Они демонтировали его, посчитав памятник данью диктаторскому режиму. Это стало последней точкой панамериканского икорного турне Баку.